Здравствуйте! Уважаемые гости компании Кодерлайн приветствуют вас на нашей встрече и хотим обратить ваше внимание на контакты нашей, на электронную почту, телефоны, телеграм-контакты. Вы можете вести сегодняшнюю встречу Дуя, консультант-аналитика Динес Картышева Галина. И вы видите адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине не удалось досмотреть наш вебинар до конца, вы можете вернуться немного позже к нему. Мы размещаем записи вебинаров на сайте. И, соответственно, вы можете найти и этот вебинар, и, может быть, еще какие-то материалы вас заинтересуют. Так что милости просим. Сегодняшняя наша встреча посвящена изменениям 2024 года, которые у нас произошли в налогообложении социальных пособий и отпуска по беременности и родам. Программу нашего вебинара вы видите на экране. То есть мы поговорим про локальные нормативные акты, которые необходимо сделать в связи с этими изменениями. Поговорим про учет лимитов при компенсационных выплатах. Ну, соответственно, кто и как имеет право на отпуск по беременности и родам, про изменения в налоговой отчетности, ну и про дополнительные сервисы, если успеем. На самом деле материала достаточно много и придется достаточно в взятом темпе про него разговаривать. На самом деле наша с вами сегодняшняя встреча будет происходить таким образом. Мы будем нормативные материалы, так сказать, смотреть на слайдах и будем переключаться на демо-базу. Я сейчас так делаю, переключусь. На демо-базу 1С зарплаты управления персоналом, то есть ЗУП. И уже на месте смотреть то, о чем мы поговорили только что теоретически, так сказать, на местности. И, соответственно, снова будем возвращаться к нормативным документам. Начнем мы с того, что немножечко я вам напомню, то, что, в принципе, не сильно изменилось, но, тем не менее, влияет на окончательные расчеты. То есть у нас право на пособия по беременности и родам имеют лица, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. То есть, соответственно, это сотрудники, на которых подаются сведения и которые включены в отчеты. В соответствии с 10 статьей закона 255 ФЗ пособия по беременности и родам в стандартном формате состоит из 70 дней до родов и 70 дней после родов. Ну, соответственно, если осложненные роды, то этот срок увеличивается до 86 дней, а если это двое и более деток, то до 110 календарных дней после родов. Отпуск по беременности исчисляется суммарно и предоставляется независимо от того, сколько фактических дней использовано до родов. То есть, например, женщина ушла в декрет и пробыла в нем, ну, например, неделю. После этого произошли какие-то обстоятельства, почему роды наступили раньше. В этом случае она получит все равно пособие в полном объеме. и, соответственно, может оформлять отпуск до полупарелета и так далее. Соответственно, в случае, если пособие по беременности и родам, то в этом случае больничный оплачивается в 100% размера среднего заработка. То есть, здесь не учитываются, там, например, 60 или 80%, как при обычном больничном листе, а сразу платится 100%. В программе 1СЗУП у нас такой документ, то есть такой отпуск документа регистрирует больничный лист. Мы его можем найти в функциональных разделах и зарплата, и кадры. И этот больничный лист, документ больничный лист у нас, соответственно, не только отражает начисление пособия, но и, собственно говоря, фиксирует и отпуск по беременности и родам, и начисление соответствующего пособия. Сейчас мы посмотрим с вами слайдик, как выглядит сам больничный лист в конфигурации. То есть, вы видите, красным выделено наименование самого документа. И основное отличие от обычного листка нетрудоспособности – это причина нетрудоспособности. В этом случае мы выбираем пятой причина номер пять – отпуск по беременности и родам. И, как вы видите, здесь еще выделено у меня начисление всего и начисление за счет ФСС, поскольку сейчас у нас электронные больничные листки только в электронном формате и прямые выплаты. То есть, начисление происходит за счет Фонда социального развития России, то есть, СФР, и, соответственно, полностью оплачивается Фондом. Расчет практически не изменился. Вот мы видим здесь такую подсказочку, что используются данные о заработке за предыдущие два года. И, собственно говоря, рассчитывается средний заработок. И либо средний, если он ниже МРОТа, то берется МРОТ, либо, если он выше МРОТа, то берется он в соответствии с ограничениями, которые существуют по предельной величине. Сейчас мы с вами переключимся на дымобазу. Вот таким образом. И, соответственно, мы переключимся через раздел «Кадры». Но через раздел у нас здесь есть пункт «Меню больничные листы». И из раздела «Заработная плата» у нас тоже есть такой же пункт «Больничные листы». То есть, мы можем либо так, либо так, мы пойдем по одинаковому, так сказать, адресу в один и тот же документ. Если мы переходим по пункту «Больничные листы», то мы попадаем в журнал «Больничных листов». И здесь уже создаем конкретно «Больничный лист». Ну, соответственно, номер у меня фантазированный. То есть, я могу через закладочку получить из ФСС, либо загрузить его из файла. И, соответственно, номер в этом случае будет уже реальный. И здесь заполняю сведения, которые необходимы для начисления и расчета «Больничного листка». То есть, как вы видите, вот причина нетрудоспособности, я указываю в этом случае, выбираю из меню «Отпуск по беременности и родам». Ну, соответственно, здесь заполняю сведения о длительности. То есть, я заполнила 140 дней. То есть, как будто у меня стандартный больничный листок без осложнений и без многоплодной беременности. И хочу обратить ваше внимание вот на такое замечание, которое у нас может быть в «Больничном листке». То есть, соответственно, не заполнен стаж, могут быть рассчитаны неверные пособия. То есть, для того, чтобы мне устранить такой недостаток, мне надо по этой ссылке перейти. И я, соответственно, попадаю в карточку физического лица сотрудника. И в этом случае я должна заполнить всю необходимую информацию. То есть, у меня здесь просто не было заполнено изначально при приеме на работу. Соответственно, я схалтурила, и у меня программа ругается. Потому что в этом случае я средний заработок могу рассчитать неверным. На это нужно обращать внимание. И, соответственно, когда разговор идет про «Больничный лист», сведения про стаж должны быть внесены аккуратно и в соответствии с предоставленными документами. Когда мы заполняем документ «Больничный листок», то, соответственно, у нас есть несколько административных шагов, которые мы должны обеспечить. Кроме того, что у нас сотрудник должен подать «Больничный лист», многие предприятия требуют еще заявления на предоставление декретного отпуска. для того, чтобы по этому заявлению предоставить приказом данный отпуск. Если мы идем таким путем, то, соответственно, мы выбираем печатную форму приказа о предоставлении отпуска. И, соответственно, с заявлением работника у нас появляется вот такой вот кадровый приказ о предоставлении отпуска. Вот таким образом он выглядит у нас. Так, убираем, пока нам это дальше не нужно. И возвращаемся к нашим слайдикам. Я закрою, поскольку нам сейчас это пока не понадобится. Значит, соответственно, пособие исчисляется, исходя из среднего заработка застрахованного лица за два календарных года предшествующих году наступления. То есть в нашем случае, если мы в 2024 году отправляем сотрудника в декретный отпуск, то у нас берется 2022 и 2023 годы. Здесь у нас нет ничего нового. Соответственно, в общем-то, это уже знакомый алгоритм. И здесь нового ничего не содержится. Но единственное, что у нас максимальная величина, учитываемая при исчислении пособия, составляет 2 миллиона 225 тысяч рублей. То есть, соответственно, у нас в 2023 году и в 2022 году были предельные величины разные, и их надо учитывать. 2025 рублей, еще раз напомню, это у нас для 2024 года предельная величина. А вот теперь у нас пошли некоторые новшества, которые общий алгоритм не меняют, но немножко, скажем так, относятся к приятным плюшкам. То есть, с 1 января 2024 года пособия можно платить сотрудницам, которые раньше вышли на работу и работают, например, полный рабочий день. То есть, раньше, если сотрудники выходили из отпуска досрочно, то получать пособие они прекращали. Теперь же, когда женщина выходит досрочно из отпуска, то она получает и зарплату, и пособие. То есть, это, так сказать, приятный такой бонус для тех, кто имеет маленьких деток, потому что позволяет в случае, если кто-то может посидеть с ребенком, а женщина выходит на работу раньше, то, соответственно, материальное положение ее немножко улучшается. Но и для того, чтобы выйти из отпуска, мы точно так же должны получить от сотрудницы заявление и по этому заявлению создать приказ о прекращении отпуска. Вот 24-го года в СФР направлять уведомления о прекращении права на отпуск не требуется, потому что фонд начисляет пособие даже после выхода из отпуска до того момента, пока ребенку не исполнится полтора года. Поэтому, соответственно, и уведомлять о том, что сотрудница, например, вышла раньше окончания отпуска, не требуется. Но заявление и приказ должны быть изданы. Еще одно, так сказать, изменение, что у нас с 1 января 2024 года в подразделе 1.2 о форме ЕФС добавился новый тип сведений. Назначение выплат по ОСС. Что это такое? В каких случаях мы должны составлять данный вид отчета? То есть подраздел 1.2 – это у нас назначение выплат по ОСС и ЕФС 1 СЗВ стаж. Значит, соответственно, предоставляется такой отчет на застрахованное лицо, которое подало заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам и, соответственно, отпуска по уходу за ребенком. Срок сдачи такого отчета небольшой. Обратите на это внимание. В течение трех календарных дней с того дня, когда сотрудник написал заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам. Форма ЕФС 1 у нас с 2024 года немного изменилась. И обратите внимание на релиз. То есть в зарплате и управлении персоналом у нас релиз должен быть 3.1.28.64. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию. И я напомню, где мы можем посмотреть отчет о том, какая у нас версия. То есть это вот такая пиктограммка. Здесь мы выбираем информацию. То есть пиктограммка из точки. Это информация о программе. И, соответственно, здесь мы видим информацию о платформе, которая у нас установлена. и информацию о конфигурации, которая у нас на данный момент установлена. Как вы видите, у нас не очень свежая, но тем не менее. 3.1.28.65. То есть в нашей редакции уже учтены новые формы, и мы можем этим пользоваться. Ну, то есть, когда вы имеете дело с какими-то регламентными документами, которые надо отправлять, обязательно надо проверить релиз. И если он у вас не совсем новый, то обновить, потому что в каждом релизе либо исправляются какие-то ошибки, либо включены новые бланки. И, соответственно, нужно на этих бланках уже создавать отчетность. То есть, например, отчетность за первый квартал EFS-1 уже предоставлялась на новых бланках. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И, значит, снова поговорим про EFS-1. То есть у нас рассчитаем, что база соответствует. Релиз наш позволяет оформлять все соответствующие документы. И теперь мы с вами переходим в раздел отчетность, справки, и выбираем 1С отчетность. Переключаемся и смотрим. То есть выбираем отчетность, справки. И здесь у нас есть раздел 1С отчетность. Он у нас есть и в других разделах, но мы переходим отсюда. EFS, значит, вот здесь у нас программка себя похвалит сейчас. Вот это 1С отчетность. У нас не только название блока, но и сервер дополнительный, который позволяет напрямую обмениваться информацией с налоговыми органами, с пенсионным фондом, ну, то есть со статистикой, то есть минуя операторов электронной связи. Для того, чтобы подключиться, вот можно по гиперссылке почитать, что это за сервис, и подключиться прямо вот отсюда. Если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то вы можете подключить 1 юридическое лицо бесплатно. А если у вас ИТС-Техно, то подключить можно за денежку. Ну, денежка достаточно, скажем так, дружественная сумма. То есть там порядка 4800 рублей в год. Ну, если разделить на помесячно, то получится вполне себе подъемная сумма. Это мы закрываем пока. И в 1С-отчетность мы с вами переходим. Вот это общий журнал отчетов, который мы создавали. И по кнопочке «Создать» мы переходим, например, отчетность у нас есть здесь по физлицам и отчетность фонда. То есть мы можем с вами выбрать отчетность фонда. В этом случае здесь у нас будет отчетность ЕФС-1. Но здесь у нас будет, начиная с раздела номер 2. Сейчас покажу. Выбираем, например, организацию. И создаю отчетность. Как вы видите, здесь у нас титульный лист. И уже пошел раздел 2. А нас интересует раздел 1.2. И в этом случае я должна выбрать отчетность по физлицам. Вот она у нас. И, как вы видите, сведения о застрахованных лицах с СЗВ-стаж. Я выбираю эту позицию. Выбираю организацию. Моя центральная организация. И, соответственно, в этом случае у меня открывается меню, например. Я, соответственно, заполняю все, что у меня необходимо. И здесь я могу выбрать в разделе печать, по кнопочке печать, либо форму ЕФС-1, либо СЗВ-стаж, либо ОДВ. То есть, если это у меня касается каких-то прошлых периодов, я могу выбрать СЗВ-стаж, когда еще такие отчеты действовали. Если это касается текущего периода, то я выбираю уже ЕФС-1, поскольку в этом случае действует уже такая форма. Если я пытаюсь провести, как вы видите, у меня программа ругается. То есть, требуется меня заполнить необходимые данные. Но я могу заполнить вручную, выбрать, подобрать могу, например, заполнить всеми сотрудниками. В этом случае у меня будет уже возможность сохранить. Продолжить. И сохранить эту форму в печатном виде. Как вы видите, это вот такой бланк. И у меня здесь уже вносится сведения о моих сотрудниках. И вот он подраздел 1.2, который мне надо заполнить, если у меня сотрудник использует отпуск по беременности и родам, и декретный отпуск. Вот у меня здесь ссылочка, чтобы вы могли лучше заполнить и выбрать нужный отчет. Сейчас мы на слайдиках посмотрим то, где только что с вами были. Ну вот, как вы видите, это мы выбираем отчет, сведения о страховом стаже, страхованных лиц, СЗВ стаж. То есть, через кнопочку создать, переходим в меню отчетов и выбираем нужный отчет. И на этом слайде мы с вами видим то, что я только что сделала на демобазе. То есть, мы выбираем сведения EFS 1 и тип сведений выбираем назначение выплат по ОСС. Сейчас мы с вами снова сюда вернемся, в нашу демобазу. Так, я убираю печатную форму. Так. Вот так, убираю печатную форму. И вот тип сведений. Я выбираю не исходную, как мы выбираем при обычных отчетах, а выбираю назначение выплат по ОСС. Этот пункт у нас появился недавно и, соответственно, на него я, когда выбираю, если у меня есть сотрудники, которые попадают под этот тип сведений, соответственно, отразятся нужные данные. Так, мы не будем сохранять сведения. Соответственно, и готовые, готовые, заполненные сведения. Вот они у меня здесь, в общем, журнале отражаются. Так, снова переходим на наши слайдики и немножко еще нормативной информации. Соответственно, в этих отчетах у нас заполняются две строки. В первой строке указываются даты в пределах отпуска. То есть, соответственно, начало отпуска, например, до полутора лет. Потом, если в следующий период это уже от полутора лет до трех. И в этом случае у нас, когда сотрудница была в отпуске по беременности и родам, выделяется кодом декрет. А когда она была уже в отпуске по уходу за ребенком, например, до трех лет, то в этом случае мы этот период обозначаем кодом дети. Ну, поскольку мы знаем, что у нас пособие по уходу за ребенком может быть использовано, например, отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или какими-то другими родственниками, либо опекунами, которые осуществляют уход за ребенком, то в этом случае тоже отражаются дети, но и дополнительно ПРЛ. И при формировании сведений такого сотрудника, соответственно, будут использоваться вот эти коды. Еще немножко нормативных материалов. Это у нас ситуация, когда сотрудница, например, работает по совместительству у нескольких работодателей. В этом случае, когда мы оформляем на нее пособие по беременности и родам, то она имеет право выбирать по всем местам работы, то есть отдельно каждый работодатель ей оформляет такой отпуск и, соответственно, оплачивается. Или она выбирает одно какое-то место работы, и в этом случае она должна предоставить сведения о заработке у других работодателей. То есть если она выбирает, что рассчитывается пособие у одного работодателя, то она предоставляет справки от других работодателей. Напомню, что у нас еще не в связи с декретными отпусками, а в связи с изменениями по НДФЛ действует в этом году также суммарная база начислений, то есть берется во внимание начисление НДФЛ суммарно по всем рабочим местам, и, соответственно, в этом случае может быть увеличена база по НДФЛ. Если, например, превышает начисление 5 миллионов, то в этом случае у человека будет удерживаться 13%, не 13%, а 15%. По поводу сведений о стаже, вот то, что я говорила, то есть если мы переходим из ИФС-1 в справочник сведения о сотруднике, то вот мы видим сотрудника, соответственно, его данные снился и так далее, и период, когда он находится в декрете, вот он у меня отмечен, проставляется кодировка декрет, и период, когда он находится в отпуске по уходу за ребенком, соответственно, либо до полутора лет, либо до трех лет, то есть эти периоды отмечаются вот таким образом. Еще один момент хочу вам показать, вот такой слайдик, и это у нас, то есть, соответственно, я могу выбрать, если я выбираю дети, то отпуск по уходу за ребенком, и если предоставляется отпуск какому-то другому родственнику, то вот дети ПРЛ. Соответственно, мы выбираем то, что нам требуется для данной ситуации, данного случая. И вот мы видим то, что я вам уже показала, то есть отчет ЕФС-1, вот вы видите красное выделение, как я его сформировала, и, соответственно, как выделен стаж. стаж и сведения назначения выплат по ОСС. Кроме того, что у нас произошли вот такие изменения, у нас, соответственно, еще и произошли изменения не только в оформлении, собственно говоря, декретных и отпуска по беременности и родам, но и у нас было достаточно серьезные изменения, которые касаются НДФЛ. А вот НДФЛ, пожалуй, самый громкий, если можно так сказать, самое громкое изменение, которое было уже в этом году. при расчете пособия по беременности и родам у нас, собственно говоря, технология расчета не изменилась. У нас изменилось только то, что возможно получать одновременно и зарплату, и пособие по уходу за ребенком, а сам алгоритм расчета не изменился. То есть мы точно так же делим начисленные суммы на 730 дней, то есть это два календарных года, и в 2024 году максимальный размер пособия у нас составляет 4039 рублей. Это средний дневной заработок, исходя из которого мы уже считаем пособие. А вот в 2023 году он был почти в два раза меньше и составлял 2 миллиона ОФО 2736 рублей 99 копеек. Как видите, разница достаточно большая. Сейчас, когда мы обмениваемся с социальным фондом электронными или с каменью трудоспособности, достаточно часто возникает ситуация, когда социальный фонд при получении данных о больничном по беременности и родом запрашивают какие-то дополнительные сведения. Ну, возможно, не устроило что-то в тех документах, которые предоставили вы как работодатель, но на самом деле бывает ситуация, когда не имеется сведений, например, о предыдущих периодах работы и так далее. Если СФР запросил у вас такие сведения, но не указал, в какой форме необходимо подавать такие сведения, то лучше всего подстраховаться и использовать правила получения СФР сведений. Если у вас получили вы такое уведомление, то, соответственно, здесь действуют еще и сроки. То есть вы должны в течение пяти дней ответить, что получили данные сведения. извещения о получении нужно отправить. Отправить извещение, то есть не ответить на информацию, а отправить извещение о получении вы должны в течение трех рабочих дней. Если вы нарушили эти сроки, то фонд направляет вам извещение уже почтовым отправлением, то есть заказным письмом, и здесь уже действуют принудительные сроки. То есть если по истечении шести рабочих дней дата отправления от вас ничего не получилось в ответ, то, соответственно, фонд считает, что извещение получено, и дальше уже пошли штрафные санкции. То есть, соответственно, с момента получения извещения, точнее запроса, вы должны подать необходимые сведения. То есть у вас есть три дня на то, чтобы подтвердить получение извещения, и пять дней на то, чтобы на него ответить уже предметно, то есть подать ту информацию, которую у вас запросил фонд. Собственно говоря, здесь регламентированы не только сроки ответа работодателей, но и фонда. То есть если фонд получает какие-то дополнительные материалы, которые он запрашивал, ему необходимо обработать эту информацию, и на такую обработку у фонда есть 10 дней. И, соответственно, уже через 10 дней можно предъявлять либо претензии фонду, либо обращаться с какими-то жалобами. Вы видите на экране, собственно говоря, расписан порядок работы с извещениями и с запросами СФР. Как это выглядит на деле, на местности. Переключаемся с вами на демо-базу и смотрим раздел кадры. В разделе кадры у нас есть целый подраздел работы с пособиями. То есть на самом деле мы смотрим с вами извещения СЭДО СФР. и ну, поскольку у меня не подключено интернет, не подключено сервис для работы с почтовыми отправлениями, то он мне выдает ошибку, как вы видите. Ну, на самом деле, значит, открывается вот такое диалоговое окно. Я выбираю нужную у меня организацию и нажимаю получить из ФСС. И, соответственно, если я уже получила из ФСС запрос, то нажимаю подтвердить получение и, соответственно, начинаю готовить информацию, которую я должна подать. Напомню еще раз, это у нас живет в отделе, в разделе кадры. И вот у нас блок работы с пособиями мы выбираем извещение СДО СФР. Возвращаемся снова к нормативным нашим слайдикам. Вот на этом слайдике отражено то, куда мы с вами сейчас ходили, то есть раздел кадры под раздел пособия извещения СДО СФР. на самом деле, как вы видите, технически не изменился расчет по беременности и родам. Собственно, документальное сопровождение такое же, как было раньше, то есть мы берем работника заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам. В последующем берем заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, потом до трех лет. И на основании этих документов, то есть заявления сотрудника, мы издаем приказы, ну и соответственно делаем необходимые необходимые документы для СФР. Самостоятельно, как вы знаете, у нас эти пособия не рассчитываются, но прикинуть, так сказать, какую сумму получит ваш сотрудник, можно самостоятельно. Для направления для оплаты из СФР нужно сообщить ему ваши реквизиты, то есть соответственно платежные, куда направлять документы, то есть будете вы получать например на карточку, как вы знаете, социальные пособия перечисляются на карточку МИР, соответственно об этом нужно помнить. И в общем-то документ документа оборот, который у нас сейчас происходит в электронном виде, уже достаточно устоялся и первый обморок уже прошел. То есть у нас изменились только правила получения пособий при досрочном выходе и собственно говоря размер пособия в связи с изменением предельных величин, предельных норм. А вот в 2024 году у нас основные, как я уже говорила, изменения произошли в НДФЛ, то есть у нас достаточно много изменений и сроков, то есть наверное наиболее резонансное изменение это подача двух уведомлений по подоходному налогу по НДФЛ и второй момент это изменение сроков и изменение размеров социальных вычетов, вот наверное какой момент, то есть изменение социальных вычетов у нас произошло в сторону увеличения, то есть раньше у нас было 120 тысяч мы на социальные выплаты могли заявить, а сейчас это стало 150 тысяч. Какие социальные вычеты мы сейчас можем применять, то есть это у нас обучение самого сотрудника, обучение детей, лечение кроме дорогостоящих видов, физкультурно-оздоровительные услуги, это то, что наиболее часто наверное применяется, взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование, дополнительные взносы на накопительную пенсию, и то, что применяется крайне редко, это независимая оценка квалификации налогоплательщика, то есть этот вычет предоставляет мне работодатель, такой вычет может подать работник, для этого ему надо составить декларацию, подать декларацию в налоговый орган. Изменились также и сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами, то есть соответственно это связано с тем, что у нас теперь подается два уведомления и вы видите на экране в какие сроки сейчас подаются уведомления и в какие сроки должна происходить оплата. Ну и как я уже говорила, за первый квартал НДФЛ мы подаем по новой форме, то есть шесть НДФЛ за первый квартал уже мы отчитывались по новым правилам. Причем это новые правила касались не только формы регламентированных бланков, но и внутреннего содержания, то есть кодировки и соответственно на это нужно обращать внимание было и точно так же как я говорила проверять релиз, который у вас установлен и его актуальность, то есть чтобы формировалась отчетность уже в новом формате. Еще то, что достаточно тоже резонансно было, это у нас мораторий на налоги по материальной выгоде, то есть у нас был мораторий, когда приостанавливалось начисление НДФЛ по материальной выгоде, и у нас это был 21-23 год, а вот с 1 января 24-го года, обратите внимание, значит этот мораторий прекратил действовать, и соответственно у нас считается НДФЛ по материальной выгоде по стажке 35%, и самое неприятное, что в эти рамки вписываются договора, которые были заключены до 2024 года, то есть те, которые у нас составлены и ранее, надо проверить, чтобы на них начислялось по 35% соответственно НДФЛ, ну вот вы видите, что какими документами у нас регулировалась новая форма 6 НДФЛ, и как я уже говорила, НДФЛ у нас теперь определяется по совокупности налоговых баз, и соответственно теперь базы суммируются, и велика вероятность того, что увеличится число сотрудников, которые должны будут платить по ставке 15%, поскольку суммарно у них может быть больше 5 миллионов. И собственно говоря, здесь у нас еще возникает один момент, что у нас в связи с необходимостью ну и внесения изменений в НДФЛ и изменений в отражения декретных необходимо внести изменения в наши местные локальные акты. Ну чаще всего это положение об оплате труда и опримирование, положение о внутреннем трудовом распорядке, то есть соответственно в эти документы нужно внести изменения например о том, что допускается досрочный выход из декретных отпусков и так далее. Ну и соответственно проверить дополнительно правила внутреннего трудового распорядка и нормативные другие нормативные документы привести в соответствие с изменениями, которые в этом году произошли. И здесь хочу остановиться на регламенте, как мы это делаем. То есть такие изменения делаются примерно как изменения в учетную политику. То есть это создается документ, который принимается приказом и вводится в действие с начала года. Конкретно менять учетную политику нет необходимости, то есть можно просто изменить точнее какие-то уточнения сделать в существующую учетную политику, поменять все вместе, например, учетную политику и по бухгалтерскому, и по налоговому учету нужно только в том случае, если вы меняете режим налогообложения, например, переходите на автоматизированную упрощенную систему налогов, это у нас пилотный проект, в этом случае, если вы имеете право перейти на эту систему, то вы, конечно, должны полностью поменять налоговую учетную политику. Если у вас расходы на российское программное обеспечение, вы хотите применять повышающие коэффициенты, то в этом случае тоже меняете учетную политику, или если вы планируете воспользоваться новыми инвестиционными вычетами, и ваша компания занимается в IT-сфере какими-то разработками, то есть вот в этих трех случаях вы должны поменять полностью учетную политику, принять новую и соответственно закрепить это в локальных актах. А во всех остальных случаях достаточно делать дополнение к учетной политике и соответственно утвердить его с начала этого года. Сейчас мы с вами еще раз переключимся на демо-базу нашу и несколько слов хотелось сказать о том, что у нас есть сервисы. Сервисы это в основном во-первых кабинеты, кабинет сотрудника и хочу немножко рассказать про этот сервис, то есть он позволяет получать справки не беспокоя например бухгалтера, то есть экономится время и бухгалтера и сотрудника, но для того, чтобы использовать такую возможность сделать две вещи, то есть во-первых необходимо подключить этот сервис, ну вот как вы видите у нас он есть и в разделе кадры и в разделе заработная плата, то есть раздел кадра кабинет сотрудника и раздел заработная плата тоже такой же кабинет сотрудника, это одно и то же место, только ссылки из разных подразделов, и соответственно если мы входим по этой ссылке, то у нас здесь необходимо выполнить подключение, ну естественно перед тем как это делать нужно перейти по ссылке и внимательно почитать, что нам необходимо для этого сделать, ну во-первых административно необходимо назначить ответственного, который будет отвечать за подключение кабинетов и если вам необходимо, то почитайте внимательно и выполните настройки, само по себе подключение не слишком сложное и у нас с вами есть еще личные кабинеты, которые ну например самый простой вариант вызвать эти отчеты, это отчетность и справки, раздел отчетности и справки, у нас здесь есть 1С отчетность, но такой же раздел есть и в меню допустим заработная плата и в других разделах, то есть это не единственный способ попасть в этот отчет, то есть у нас блок 1С отчетность, мы у него уже сегодня заходили, смотрели и вот здесь верхняя линейка меню у нас содержатся ссылки на личные кабинеты другие, то есть там мы с вами посмотрели личный кабинет сотрудника, то есть это для физического лица, конкретного сотрудника вашей организации, а здесь у нас личные кабинеты в налоговых органах для юрлиц, для индивидуальных предпринимателей, ну и соответственно СФР, то есть по камеральным проверкам можем посмотреть данные и работа с электронными лицами нетрудоспособности и всем социобеспечением. И вот здесь хочу немножко остановиться на двух вещах, то есть при работе с электронными лицами нетрудоспособности, в нашем случае это беременность и роды, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, это очень важно, то есть личный кабинет электронных лицов нетрудоспособности позволяет контролировать как происходит обработка в социальном фонде электронных лицов недрудоспособности, есть ли конкретные какие-то есть запросы, ну то есть информация по лицам недрудоспособности. С этим связано достаточно много конфликтных ситуаций, потому что фонд не разобрался, как и что, прислал запрос, что не хватает каких-то данных и все, спит спокойно, поскольку он свое дело сделал. А сотрудник вашей организации, который работает с лицами нетрудоспособности, не знает, что же он должен ответить на имеющийся запрос. То есть вот такой момент нужно обязательно учитывать, отслеживать сроки, которые даются для ответов и для отправления извещений о получении такого требования. И, соответственно, кроме этого у нас есть возможность использовать горячую линию для получения более оперативной информации по таким листкам нетрудоспособности. то, что еще, к сожалению, сильно осложняет жизнь в настоящий момент, это статистика. То есть в этом году статистика направила достаточно много новых форм отчетности, которые касаются в основном кадрового учета, то есть количество сотрудников средних заработков и так далее. и соответственно сейчас это я закрою и соответственно ваше предприятие должно по своему ИНН посмотреть под какие выборки вы попали и какие должны сдавать отчеты в статистику, потому что статистика в этом году тоже применяет штрафные санкции, они активно начали применять штрафные санкции с прошлого года и штрафные санкции достаточно ощутимы, потому что если вы первый раз нарушили сроки подачи каких-то отчетов или сведений, то у вас штрафные санкции будут до 70 тысяч. Если это повторное правонарушение, то соответственно это уже 150 тысяч. То есть согласитесь, обидно платить такие деньги за то, что можно было потратить 5 минут и по ИНН посмотреть, что конкретно вы должны в этом случае для статистики делать и в какие конкретные сроки. на этом к сожалению наше время заканчивается. Мы сейчас перейдем снова к нашим статикам и я хочу вернуться к нашему началу нашей встречи и снова показать вам наши контактные данные, то есть телефоны, телеграм-контакты, адрес нашего сайта. Вот и собственно говоря компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, за интерес к нашим встречам и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы выполняем весь спектр услуг и продажу, разработку и настройку. Ну собственно все работы, которые связаны с линейкой 1С программ. Так что приглашаем вас к сотрудничеству и будем рады оказаться вам полезными. А сейчас разрешите попрощаться и хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Субтитры Субтитры Субтитры